Ош, совместная с узбекской стороной предприятия, здесь производят стиральные машины. Причем настолько успешно, что уже в ближайшее время планируют выйти на зарубежные рынки. Экспортировать бытовую технику для начала можно в страны ЯЭС, рассказывает менеджер предприятия Насырджан Мирзуев. Сырье мы привозим из Узбекистана, поскольку путь до Аша не такой большой. У нашей бытовой техники вполне приемлемая цена. Сами стиральные машины собираем уже здесь, в Кыргызстане. Наше предприятие расширяется с каждым годом. Сегодня здесь работают более 40 человек. Выпускаем стиральные машины разной вместимостью. Техника под брендом сделана в Кыргызстане, на самом деле пользуется популярностью. Национальные напитки из натурального молока и другие молочные изделия выпускают здесь, на предприятии Ваше. Каждый этап производства под постоянным контролем специалистов. Директор завода Аскар Мамеджанов рассказывает, что, придерживаясь такого принципа работы, удается выпускать продукцию высокого качества. Благодаря этому в соседний Узбекистан экспортировано порядка 25 тонн продукции. Как говорят у нас в народе, близкий сосед лучше дальнего родственника. Мы сотрудничаем с Узбекистаном. Хочу отметить, что у нас есть очень большой потенциал. Если далее наращивать двустороннее сотрудничество, то можно добиться хороших результатов. Создание узбекско-кыргызского фонда развития стало итогом переговоров глав двух государств Садыра Джапарова и Шавката Мерзьёева в Ташкенте. Лидеры тогда договорились довести взаимный товарооборот до двух миллиардов долларов. Фонд поддерживает совместные проекты предпринимателей двух стран. Его капитал 50 миллионов долларов, а в будущем есть возможность увеличить эту сумму до 200 миллионов. И мы уже смогли одобрить четыре новых проекта на сумму более 8 миллионов долларов. Во-первых, конечно же, проект поставки автобусов в мэрии города Ош. В настоящий момент идет поставка техники ЖКХ нашему новопавловскому Алюкмиту. Также мы профинансировали транспортные проекты, поставка автомобилей таксопарку города Бишкек, одобрили уже. А это завод по производству растительного масла в Сузакском районе Джалабадской области. Продукцию выпускают в достаточном объеме, чтобы покрывать потребность не только местного рынка. Узбекистан уже заинтересован импортировать подсолнечное масло. Я приехал из Узбекистана, обошел производство. Качество соответствует высоким стандартам, специально это проверили. Теперь могу с уверенностью сказать, что все международные требования соблюдены. В этом году надеемся заключить с производителем крупный контракт. Кыргызстан экспортирует в Узбекистан также картофель, сухофрукты, стройматериалы, железо, уголь, стекло, а также домашний скот. Товарбот за январь-ноябрь 2022 года, товарбот Крымской республики с республикой Узбекистан составил 543,1 миллиона долларов и сравнение с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 20,8%. Из них экспорт составил 211,8 миллиона долларов, а импорт составил 331,4 миллиона долларов. Согласно этим данным, динамичный рост наблюдается именно в экспорте продукции из Кыргызстана в Узбекистан. Однако потенциал, безусловно, еще не исчерпан. Из-за того, что мы граничим друг с другом, въезд в наши страны можно осуществлять и при отсутствии логистических центров. Можно уверенно говорить, что все условия для увеличения объемов торговли у нас имеются. Тогда же во время госвизита президента Садыра Джапарова в Узбекистан состоялся совместный бизнес-форум. Итоги Кыргызско-Узбекского форума таковы. Сумма инвестиционных и торговых контрактов составила 127,6 миллионов долларов. Составлена дорожная карта по расширению и углублению взаимодействия в сфере промышленной кооперации, предусматривающая реализацию 60 проектов на сумму чуть более полумиллиарда долларов. Для этого сейчас активно работают в том числе торгово-промышленные палаты двух стран. Был создан Кыргызско-Узбекский деловой совет. Это площадка, где продвигают интересы предпринимателей двух стран. Сегодня свою работу продолжают порядка 300 совместных предприятий и компаний. Это компании, которые работают и в текстильном отрасли, это компании, которые работают и в сельском хозяйстве. Совместный Кыргызско-Узбекский деловой совет. Это площадка, где мы можем обсуждать различные вопросы, как перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества между компаниями и предприятиями, так и озвучиваются какие-то вопросы, барьеры, которые препятствуют. Соглашение о создании такого совета было подписано 7 лет назад. Важным событием стало и подписание трехстороннего соглашения о строительстве железной дороги Китая-Кыргызстан-Узбекистан. Сами лидеры назвали это событие историческим. Документом определен маршрут. Из соглашения также следует, что стороны намерены распределить расходы на технико-экономическое обоснование в равных долях. Проект, безусловно, придаст импульс увеличению объемов товара оборота и в целом изменит качество торгово-экономического сотрудничества соседних стран. До этого рассматривалось два варианта маршрута. Кыргызстан предлагал направление Торугар-Тарпа-Макмал-Джал-Лабад протяженностью 280 километров, где предполагалось построить больше новых станций. Но Узбекистан и Китай выступали за маршрут Торугар-Тарпа-Карасу. Объясняя это тем, что дорога будет на 8 километров короче, а значит и дешевле. Однако, как видно из подписанного соглашения, стороны выбрали вариант Кыргызстана. Потенциал новой магистрали оценивается в 7-13 миллионов тонн груза в год. После окончания ТО, соответственно, будет решаться модель финансирования, то ли это будет кредит или какой-то другой, может быть, помощь от других финансовых институтов. Данный проект, он очень выгоден не только в постройке именно самой железной дороги, это транзитная, соответственно, будет развиваться инфраструктура. У нас в стране будут станции, погрузочная-разгрузочная база на территории нашей страны, на территории Макпала. Поэтому будут рабочие места, также будут и СВХ, также будут логистические центры. Важным стало и то, что Кыргызстан и Узбекистан в прошлом году решили все пограничные вопросы. Причем именно политика дипломатическим путем. Отныне спорных и нерешенных участков между странами нет. 17 ноября Джогур Кукинеш ратифицировал два соглашения. Это исторический день, когда, наконец, поставлена точка в нерешаемом уже долгие годы пограничном вопросе. Конец года, в ноября, официальный визит был министр иностранных дел в Узбекистане господина Норова в Кыргызской республике, где мы провели двусторонние переговоры в плане подготовки визита господина президента Мирзеева в Кыргызстан. И в рамках визита мы подписали соглашение по участкам Кыргызско-Узбекской госграницы. И это соглашение уже ратифицировано сторонами. И в ближайшее время в рамках высокого визита мы обменяемся ратификационными грамотами. Словом, страны сегодня сотрудничают практически во всех сферах, включая энергетику, сельское хозяйство, транспорт и приграничную торговлю. Это только демонстрирует, что сейчас активно развиваются и укрепляются отношения стратегического партнерства, дружбы и добрососедства между Кыргызстаном и Узбекистаном. А этому способствует доверительный диалог между лидерами двух стран. Кыргызско-Узбекистан 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 Аяна Дюшикеева, Азамаджапаков, Аллату-24